Сейчас будет холер. Готовьтесь! Я вот переживаю, что я не снимала ничего. Прикиньте! Сейчас еще раз. Красиво. Всем привет! Это видео записывается уже второй раз, потому что первым мне показалось не очень удачным. Камера как-то странно была расположена. Плюс мне очень хочется, чтобы видео, которые будут выходить в последствии, не становились лучше, лучше, лучше. Поэтому я решила перезаписать видео, немножко изменить концепцию. Сегодня мы будем говорить про три офигенные книги, которые помогут вам в усовершенствовании своей личности, помогут разобраться с какими-то внутренними вопросами. А я расскажу про свой опыт встреч с этими книгами, возможно, вам станет любопытно за них взяться. Поехали! Первая книга называется «Бегущая с волками» или «С волками». Я как будто торгашка на рынке. Да, вот эту книгу берите, обязательно, обязательно рекомендую. Клариса Пинколо Эстес. Психоаналитик, преподающий, если не ошибаюсь. Следовательница фольклора. И эта книга пропитана фольклором. Каждая глава открывается сказкой, которую затем анализирует авторка. Основной посыл, что есть некий архетип первозданной женщины, такой волчицы условно. Я, на самом деле, все эти гендерные штуки не очень люблю, честно говоря. Я хочу сказать, что в нас, на мой взгляд, содержатся две грани. И поэтому изначально, когда я прочитала это предисловие про первозданную женщину, меня это немножко смутило, честно говоря. Но на самом деле, мне кажется, что эту книгу стоит прочитать и как мужчинам, и как женщинам. Просто потому, что здесь про внутренние составляющие нашей личности. Когда я читала, основной запрос, наверное, с которым я брала эту книгу, был творческий. Потому что я вроде пишу стихи, но как-то у меня не получается в эту сферу зайти полностью. Как-то я боюсь ее показывать, проявляться и так далее. И после того, как я закрыла, перелеснула последнюю страницу в этой книге, я поняла, что вау. На самом деле, я нашла ответы на свои вопросы. И что удивительно, уникально и прикольно, что сказки взяты из разных культур. Но когда ты читаешь такой, я это где-то уже читал, я это уже где-то видел. Потом понимаешь, что слышал, когда тебе в детстве родители читали сказки, которые тебе казалось были исконно русскими. А на самом деле персонажи, корень личности вот этих персонажей, он есть в всех культурах, получается. Мы все об одном, на самом деле. У меня есть определенный список цитат, которые я выделила и которые я хотела бы зачитать. Они откликнулись очень мне. Я буду счастлива, если откликнуться и вам. Мы проецируем свою рану наружу, вместо того, чтобы исцелять ее внутри. Это про какие-то проекции, страхи, токсичное поведение, когда мы пытаемся исцелить себя за счет ранения других. Разрушь мое сердце, чтобы освободилось место для безграничной любви. Творчество — это любовь. Столь огромная любовь к чему-то или кому-то, к человеку, образу, идее, земле или человечеству, что когда она нас переполняет, остается только одно — творить. На самом деле творчество, когда ты не можешь не, когда ты не можешь не писать, когда ты не можешь не спеть, когда ты не можешь не снять что-то. Творчество должно идти из любви. У меня так устроено. Что если нет любви, нет вот этого потока благодарности всему тому, что происходит, даже плохому, черному, ужасному, то ничего не удастся создать. Все мои любимые стихотворения, любимые мной, были написаны, когда мне было либо очень плохо, либо когда мне было очень хорошо. Я писала, и я не могла не писать. Просто потому что мне хотелось оставить какой-то след, вот этот отпечаток этого чувства. И очень важно к этому прийти, мне кажется, в любом творческом процессе. Делать от любви, а не для. Но даже если неудачный выбор сбил вас с пути и увлек слишком далеко от того, что вам необходимо, не теряйте веры. И в каждой душе есть механизм, помогающий находить дорогу домой. Внутри нас всегда есть ориентир, который нам укажет, куда нам просто важно слышать и слушать его. Это очень тяжело, это длинный, долгий процесс по поиску себя. И знаете, мне кажется, поэтому детям очень легко отвечать на какие-то сложные вопросы, просто потому что нет вот этой пелены, тумана. Они просто слушают свое сердце. Идут назов его. И мне кажется, терапия в этом ключ ее. Понимаете? Научиться слушать свое сердце. Позволять ему говорить. Следующая книга удивительная, невероятная книга Ирвина Ялма, автора, которого я очень сильно люблю. В то время эта книга мне попалась в руки. Трагивает и темы отношения с телом, любовь к себе, любовь к другому, смерть близкого человека, потому что это тоже про любовь, потеря близкого человека — это утрата, как будто бы это любви. Ирвин Ялм — это американский психолог и психотерапевт, если я не ошибаюсь, он вроде еще и не преподает. Но в основном он пишет книги со своим опытом, где делятся историями своих клиентов, с которыми он работал. И это очень любопытно. Это очень интересно читать, потому что ты как будто бы заглядываешь туда, куда заглядывать нельзя. Где-то придает некого шара ему, знаете. Когда ты считаешь такой, ух ты, за что ты запрятный, запрятный плод сладкий. С какой любовью, с какой теплотой и прямолинейностью пишет Ялм про своих клиентов, это вызывает восторг на самом деле. Меня очень тронула эта книга. И вы можете посмотреть, сколько здесь заметочек, которые я делала в процессе чтения. Многое стало понятнее, яснее в моей голове, когда я дочитала эту книгу. Тебя валидировали, твои чувства завалидировали, твой опыт завалидировали, хотя истории абсолютно разные. То есть мы все равно проживаем разный опыт, хоть он может напоминать что-то схожее. Но через истории других очень легко найти ответ на свои внутренние вопросы, опять же. Некоторые цитаты, я бы хотела их зачитать, поделиться с вами. Вдруг они вас прелестят, и вам захочется взять вот эту невероятную книгу. Я буду открывать рандомную заметку и просто прочитывать ее, потому что здесь все уникально. Последняя награда смерти в том, что больше не нужно умирать. Только когда в терапию вовлекаются глубокие чувства, они становятся по-настоящему мощным двигателем изменений. Это правда, на самом деле. Я как человек-прохедж через это могу подтвердить. Ой, что-то здесь все про смерть? Давайте без... Давайте нет. Даже если это и так. Даже если ты один в своей лодке, всегда спокойнее видеть огни других лодок, покачивающихся неподалеку. А это про влюбленность. Боже мой. Это, мне кажется, основной посыл книги. На самом деле, мы заполняем физические очертания существа, которые видим, всеми идеями, которые мы уже выстроили о нем. И в окончательном образе его, который мы создаем в своем уме, эти идеи, конечно, занимают главное место. И раз, когда мы видим лицо или слышим голос, мы узнаем в нем нечто иное, как наше собственное о нем представление. Здесь Ялан цитирует Ницше, который сказал, что когда вы встречаете кого-то впервые, вы знаете о нем все. При следующих встречах вы ослепляете себя до уровня собственной мудрости. Последняя книга, у меня ее здесь нет в бумажном варианте, это Фридс Пёрлс «Практикум по гештальтерапии». Я очень уважаю гештальтерапию, она во многом поменяла мою жизнь, потому что первый психотерапевт, с которым я работала, был гештальтистом. И мне было невероятно комфортно работать. И сейчас я прохожу обучение, тоже гештальт. Первое мое знакомство произошло как раз по этой книге, благодаря Фридсу Пёрлсу. Невероятному мужчине, покрившему мое сердечко. Оставлю в описании видео, где он работал со своими студентами. Это так увлекательно, мне кажется, он тоже понравится. В общем-то, эта книга — практическое пособие для тех, кто не может найти себя, разобраться со своими чувствами, эмоциями, беспокойствами, тревогами, начать внедрять в свою жизнь что-то экологичное. Для меня это был первый шаг, потому что я взяла из-за эту книгу еще до работы с психологом, и она меня сдвинула с мёртвой точки. Она научила меня осознавать, она меня научила внутри себя уже понимать какие-то вещи. И потом, работа с психологом как бы дополнила эту картину. Когда я уже научилась вербализовать то, что чувствую. То есть чувствование мое было восстановлено за счет как раз этой книги, и потом в дальнейшем работы с психологом. Это действительно практическое пособие, поэтому вы ее просто берете и выполняете упражнения. Единственное, что хочу рассказать, у меня основное вспоминание, связанное с этой книгой, это одно упражнение, которое действительно на меня повлияло. Нужно было смотреть фильм не просто наблюдая за картинкой, за игрой и так далее, а отслеживать, по какой причине возникают у нас определенные чувства. В левовке я смотрела фильм, последняя песня вроде он называется «Smiley Cyrus» во второй или в третий раз. Я заплакала на каком-то моменте, что со мной часто довольно случается, и в этот раз я решила, я это сделаю наосознанном. Я решила задавать себе вопросы. Типа, почему я плачу-то? Что за триггер? Что там такое? Сидит как бы. Это была сцена. У героини... Сейчас будет спойлер, готовьтесь! У героини умирал папа, она пришла. Это его дочь, да? Она была в истерике, и она очень агрессивная ему что-то высказывала, что типа ты меня бросаешь, что ты меня оставляешь одну. Я плачу, и я понимаю, что, боже мой, я этот человек, который молчал, я это чувствовала, но я не говорила. А эта героиня, она смогла сказать, что она чувствует, что ей обидно, что человек ее оставляет, оставляет одну и просто умирает. Мне кажется, что есть некая идея, что человек, который умирает, он безгрешен, на него нельзя повесить этот ярлык того, кто бросил тебя, оставил со страданиями твоими. А на самом деле он остался таким же человеком. Те чувства, которые мы к нему испытывали, мы продолжаем их испытывать. Если мы злимся, мы можем злиться. Очень важно, когда кто-то умирает, проживать вообще все эмоции, любой спектр эмоций. Меня тогда это очень поразило. Я не плачу на просто рандомных моментах в фильме. Я плачу это потому, что это меня задевает какое-то место во мне. И так, в принципе, работает жизнь. Прикиньте! Это были три книги, которые произвели на меня невероятное впечатление, оставили след где-то вот в области меня. Возможно, они помогут ответить вам на ваши вопросы. Я надеюсь, что это видео было для вас полезно. Вы что-то почерпнули для себя новенькое. И, возможно, прочтете какую-то книгу, или уже читали. Если читали, то обязательно переходите в комментарии и пишите ваши отзывы. Вступим с вами в дискуссию увлекательнейшую по психологии. Я это обожаю. Не забудьте подписаться, поставить сердечко. А вас будет ждать дальше замечательный, интересный контент. Спасибо, что провели это время со мной. До новых встреч, получается. Блин, я надеюсь, что я снимала. Снимала?